Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Lab. Сегодня у меня вторая часть видео обзора по краскам и сопутствующим материалам. И сегодня, как я и обещала, я буду рассказывать про те краски и материалы, грунты, лаки и тому подобное, которые можно купить в строительном магазине. Я думаю многим из вас это будет интересно. Что касается грунта, на самом деле чаще, если мне нужно что-то крупное загрунтовать, я пользуюсь уже строительными грунтовками, потому что это банально дешевле. У меня, ну вот многие, кто видели мои ролики про мебель, этот грунт наверняка знают очень хорошо. Это Ticurella Otex. Это адгезионный грунт. Он прекрасно подходит для практически любых поверхностей. Его фишка в том, что он адгезионный, как я сказала, то есть улучшающий сцепление краски с поверхностью. Поэтому, если у вас любая абсолютно поверхность, к которой краска плохо прилипает, это ДСП, пластик глянцевый, стекло и тому подобное, вот такой грунт способен улучшить сцепление краски с такой поверхностью, благодаря чему, вот если вы покроете таким грунтом, например, ДСП, вы прекрасно можете красить мебель и краска очень хорошо на него ложится. Помимо Otex я пробовала вот такой грунт Otex Aqua. Он отличается тем, что, ну вот если вот этот вот грунт, он все-таки пахнет, он на алкидной основе, то есть он растворяется уайтспиритом и, конечно, в помещении им пользоваться не очень приятно. Запах не очень сильный, не такой он вонючий, как, например, наши, да, какие-то алкидные понимали, но, тем не менее, запах присутствует. А Otex Aqua вон на водной основе, я на это повелась, купила его на пробу, но мне он понравился, честно скажу, гораздо меньше. В качестве просто грунта для, допустим, дерева, если вы там какие-то шкатулочки красите и тому подобное, он прекрасно подойдет, но если вам нужно покрасить гладкий пластик, вот в отличие от обычного Otex, он гораздо хуже эту адгезию дает, то есть гладкий пластик, если покрыть вот этим грунтом, у меня, к сожалению, все это потом сковыривалось, то есть сцепление с гладким пластиком он не дает, видимо, все-таки нужно зашкуривать, как-то еще готовить, поэтому, если у вас какие-то сложные для покраски поверхности, все-таки лучше вот такой грунт брать. А вот этим я пользуюсь теперь уже просто в качестве грунта, ну, как замену вот этому варианту, потому что получается в итоге, конечно, гораздо выгоднее, если вы много красите, вот этот грунт, если я не ошибаюсь, стоит 200 с чем-то рублей, в районе 250, может быть, рублей 300, здесь 250 миллилитров, то есть литр, получается, порядка 1000 стоит, вот, а вот эта банка большая, она 900 миллилитров, то есть практически литр, и стоит он, по-моему, порядка 700 рублей, то есть получается немножко повыгоднее, чем вот такой покупать, хотя, ну, штука тоже не самая бюджетная, ну, и, честно говоря, специально я бы сейчас его не купила, так что, если вы ищете именно адгезионный грунт, то берите вот такой темно-синенький на алкидной основе. Аква не очень хорошо подходит для сложных именно поверхностей. Еще, что касается грунта, когда я делала видео по декору пластиковых вещей, говорила про грунт по пластику в аэрозоле, вот у меня их два, это Виксен, он продается в Леруа Мерлен, я покупала белый, вот в этот раз купила черный, на случай, когда нужно грунтовать темные поверхности, и вот такой Куда, тоже грунт-эмаль для пластика, купила его недавно, еще не пробовала, честно говоря, вот этот Виксен, он, скажем так, проверен, но и Куда еще не пробовала, купила его в запчастях, он подешевле, чем Виксен, этот белый, ну, в общем, буду еще пробовать, не знаю, как он по качеству, но должен свои функции исполнять, посмотрим. Бюджетный аналог текстурной пасты, это шпатлевка, я покупаю самую бюджетную, вот у меня Акстон из Леруа Мерлен, одна для дерева, другая для наружных работ, этой я пользовалась, когда делала имитацию камня на пластиковых кашпо, оставлю ссылочку на это видео наверху, в общем-то, если у вас нет акриловой пасты, шпатлевка обычная, строительная, это прекрасный вариант, тем более, что она тоже на порядок дешевле, вот эта паста стоит 200 с чем-то рублей, тоже, если я не ошибаюсь, примерно такой порядок цен, а шпатлевка 150-120 рублей за такое большое ведро, и вам его хватит очень надолго. Давайте перейдем к аэрозольным краскам, у меня их тоже очень много, те, кто меня давно смотрит, я думаю, знают, что металлики я предпочитаю именно в аэрозольном исполнении, потому что именно аэрозольные металлики дают максимальную реалистичную имитацию галлянцевого металла. Мои любимые краски это Rastoleum, у меня они, вот, все металлики, какие у них есть в природе, медный, золото, серебро, и вот такой купила цвет шампанского, белый перламутр, еще не пробовала, ну, такой очень интересный получается цвет. Раньше все время покупала вот такие серии металлик, зелененькая этикетка, сейчас у них стала появляться краска металлик вот в таком виде, у них эта краска Painter's Touch, она сразу краска и грунт, paint плюс primer, это очень удобно, потому что под такую краску не надо грунтовать поверхность, она хорошо держится, поэтому теперь уже вот новые покупаю вот в таком виде, а старый вот у меня еще зелененький. Плюс у меня Rastoleum вот такая, ну, это я покупала под определенный проект, осталась синяя, у них, кстати, очень большая палитра, и если вам нужна краска именно вот в спрее какого-то определенного замороченного цвета, то именно у Rastoleum можно найти, у них гораздо шире палитра, чем у каких-то недорогих производителей. У меня обычно вот три металлика и черный flat black, черный матовый цвет. Сейчас он закончился, буду докупать. Что касается металликов, еще у меня есть вот такая краска, это креллон, она дороже, чем Rastoleum, дороже сильно, вот такой вот флакончик, он раза в два, по-моему, дороже вот этого стоит, но она хороша тем, что она дает очень реалистичный глянец, то есть если вам нужно прям блестящий металл-металл, то креллон это тот самый случай, у них неудобные колпачки, они почему-то у меня очень быстро ломаются, поэтому вот серебро, оно у меня уже использовано, уже без колпачка. Честно говоря, конечно, ну не знаю, имеет ли смысл покупать именно креллон, потому что разница с Rastoleum не очень большая, то есть если вот вы покрасите две поверхности рядом, креллоном и Rastoleum, разница будет очень хорошо видно, но если вам нужно просто что-то покрасить под металл, то Rastoleum хватит за глаза, поэтому креллоном я пользуюсь для каких-то поверхностей, где вот прям нужен супер-супер глянец, они у меня такие очень ценные, редко используемые, и я их для особых случаев берегу. У меня тоже она трех цветов, золото, серебро, медь. Покажу то, что я пробовала еще. У меня вот какие-то флакончики, которые я пыталась покупать более бюджетные, бюджетные, редфокс, вот какая-то эмаль Куда, и крафт спрей, что-то немецкое, ну вот какие-то недорогие спреи, не знаю, может быть мне так не повезло, но вот я сколько пробовала, все, честно говоря, ужасные по качеству, и больше не куплю, лучше разориться на Rastoleum, потому что несмотря на то, что он подороже, где-то 350 рублей в флакон стоит, но он гораздо экономичнее, его надолго хватает, и качество поверхности, конечно, несравнимо лучше. Попробовала сделать для вас сравнительный тест-драйв металликов. Красила гладкий ламинат, на котором хорошо видно глянец. Прошу прощения за негламурное окружение, красила на заднем дворе в пасмурную погоду, чтобы свет был максимально естественный. Разница с дешевыми металликами видна, в принципе, уже при нанесении. Как вы видите, на одном ускорении, чтобы покрыть цветом одинаковые участки, Rastoleumus Creelon потребовалась пара проходов баллончика, а вот недорогие металлики закрашивают поверхность далеко не с первого пшика. Это значит, что вы расходуете больше краски, и в результате баллончик заканчивается быстрее. Так что выгоды в цене – это на самом деле в некоторой степени обман. Пока снимала, нашла еще один баллончик, закинутый в дальний угол. Называется Ultima. Страшная бяка, никому не советую покупать. Может, у меня бракованный, но он вообще не красит. Сколько я его не трясла, выдает просто прозрачно-красноватую жижу. Ну и, наконец, покажу результаты тест-драйва. Крилон, как я и говорила, дает очень глянцевую, почти зеркальную поверхность. Видите, когда я подношу руку к покрашенной крилоном поверхности, моя ладонь отражается в ней, как в зеркале. У Rastoleumus такого эффекта нет. Ладонь дает просто тень. Хотя и Rastoleum дает заметный глянец, краски очень красиво переливаются на свету. Еще хочу отметить особенность крилона. Медный цвет у него более коричневый, чем у других красок. Дает эффект скорее не меди, а глянцевой бронзой или темного золота. А вот Rastoleum более красный. Мне такой оттенок больше нравится. Ну и покажу недорогие металлики в сравнении с крилоном и Rastoleum. Видите, какая разница? Они кажутся чуть ли не матовыми рядом с крилоном. Блеска почти нет. Разница, конечно, колоссальная. Даже с Rastoleum заметно, что блеск отличается, не говоря уже о крилоне. Более-менее достойно смотрится только медный мотип. Но справедливости ради, это какая-то дорогая серия. И он стоил примерно как Rastoleum. Покупал просто потому, что не могла найти другой медный металлик в продаже. Так что в следующий раз, выбирая себе краску металлик, подумайте, стоит ли экономия в 100-150 рублей такой разницы в конечном результате. Тем более при худшей укрывистости и большем расходе. Помимо металликов, у меня есть несколько флакончиков со спецэффектами тоже. Сейчас вам покажу. Несколько красок с глиттерами. Покупала их для декора елочных игрушек, для елочных украшений. Вот такой вот красный глиттер и вот такой вот крилоновский глиттер-спрей. Честно говоря, мне глиттеры не очень понравились. По сути, получается как лак, в который добавлены вот эти вот металлические блестки. То есть он не дает вот такой вот ровной поверхности, как на колпачке, а получается прозрачная пленка и на ней отдельные вот эти блесточки. То есть чтобы вот получилась такая ровная-ровная поверхность с глиттером, нужно либо таким же цветом делать подложку, либо прямо делать много-много слоев. В общем, больше не куплю. Вот такая интересная штучка у меня есть. Это спрей для имитации камня. Это у меня крилон. Покупала очень-очень давно. У меня там какие-то жалкие остатки остались. На самом деле, наверное, уже флакон можно выбросить. Такая же краска есть и у растолиума. Она дает очень интересную текстурную поверхность. Не могу сказать, что на самом деле похоже на камень, но получается такая интересная фактура. Учитывая стоимость сейчас этих красок, флакончик, по-моему, приближается к 1000 рублей. Там 700-800 рублей, по-моему, такой флакон у растолиума стоит. Мне кажется, покупать не стоит. Можно подобного эффекта добиться более, скажем так, бюджетными средствами. Забыла рассказать еще про пару аэрозольных красок от растолиум. Это краски по стеклу. Вот такая вот фростед глаз. И еще одна лукинг глаз. Я опущу изображение флакончика по экрану. У меня сейчас нет его под рукой. Он остался в городе. Вот эта краска фростед глаз, она матирует стекло. То есть она позволяет на абсолютно любом стекле создать эффект, ну вот называется фростед глаз, то есть замороженное стекло. Стекло получается матовое и полупрозрачное. Ей очень здорово что-то покрывать, если вам нужно сделать стекло непрозрачным. Например, у вас стеклянная дверь где-нибудь в ванной или в туалете, или там стеклянная вставка. И вот вам нужно, чтобы свет попадал, а видно ничего не было. Вот тогда такая краска отлично подойдет. Ей покрываете стекло, оно становится очень красивое, такое матовое. Если при этом еще стекло цветное, то получается эффект, знаете, такой морской гальки. Вот эти стеклышки, которые окатаны морем. Если у вас зеленая бутылка, вот вы ее этим покроете, будет очень красивый эффект такой вот бутылки, полежавшей в море. Ну а вторая краска, которая называется Looking Glass, она позволяет имитировать зеркальную поверхность на стекле. Ее наносят с изнанки стекла, то есть не ту поверхность покрываете, которая будет с лица, а покрываете с изнанки. Она получается эффектом альгамы, по сути, как в настоящем зеркале. С изнанки нанесен зеркальный слой, точно так же и здесь. Я покрывала ей стекла в книжных шкафах в городе. Ну, конечно, она не дает такую прям ровную-ровную зеркальную поверхность, как настоящая амальгама, то есть идеального зеркала у вас не получится. Но зато если вам надо сделать зеркало состаренное, чтобы оно было с какими-то разводами, чуть-чуть как будто потертое, где-то что-то облупилось, то вот такая краска очень здорово подойдет. И есть интересный способ ее нанесения, именно для имитации состаренного зеркала. Прежде чем покрывать аэрозолью стекло, стекло сбрызгивают водой, туда иногда еще добавляют чуть-чуть уксуса. Честно говоря, разницы с уксусом и без уксуса просто воды я не заметила. Просто из пульверизатора сбрызгиваете стекло, у вас получаются такие капельки воды на стекле, и после этого покрываете краской. В тех местах, где у вас были капельки воды, соответственно, краска не прилипнет, и у вас будет такое зеркало в крапинку, как будто амальгама отслоилась от времени. Тоже очень интересный эффект. На всяческих стеклянных небольших подсвечниках, вазочках очень красиво смотрится. Сейчас краска, это, конечно, совершенно неоправданно дорого стало стоить. Есть еще более дорогой вариант от Крилон, но он сейчас вообще там маленький флакончик, мне кажется, тысячи полторы стоит. В общем, ну опять же, не знаю, стоит ли овчинка выделки, краска дорогая, но эффект действительно очень классный получается. Если вы обычным металликом, даже с изнанки стекло покройте, такого эффекта не будет. И еще один момент. Вот эту краску Лукинглаз нужно непременно защищать от механических воздействий, потому что она очень легко стирается. Ну и давайте немножко пройдусь по строительным краскам, потому что если вы декорируете какие-то крупные предметы, ту же самую мебель, то, конечно, такими маленькими флакончиками, скорее всего, вы не обойдете. То есть покажу, что я использую, то, что мне нравится. Обычно я покупаю самую простую краску для стен. Вот у меня здесь Евро-12. У них немножко поменялся сейчас дизайн упаковки. Это у меня еще старая банка. Латексная краска для сухих и влажных помещений. То есть вы покупаете обычную краску, которую красят стены. И можете ими пользоваться точно так же, как акрилом. Я обычно стараюсь покупать краску для влажных помещений, то есть для кухни, для ванных, для того, чтобы краска была моющаяся. Вариант несколько дороже Ти Курилы. Это Дьюлакс. Я пробовала вот такую краску Винил Мат. Красили ей в основном стены в доме. В принципе, по качеству никаких претензий нет. Мне она понравилась, в общем-то, больше, чем Ти Курила. И, честно говоря, в сравнении по качеству, когда я красила стены Дьюлаксом, и когда я пользовалась Бенджамином Муром, особенной разницы в качестве, что касается именно по краске стен, я не заметила. Поэтому, если вы выбираете более дорогую краску или более дешевую, то, в принципе, Дьюлакс очень достойная по качеству. Ну, хотя, конечно, Бенджамин Мур отличается потрясающей цветовой палитрой. Я думаю, именно этим он так и ценится. Мой нынешний фаворит вот этой краски, Маршалл. Я ей красила стены в комнате сына, и остатками планирую пользоваться уже для всяких декоративных вещей. Она достаточно бюджетная. Вот такая банка стоит в районе 350 рублей. Ну, согласитесь, вот вы покупаете вот такой флакончик, как где-то краски, которая стоит 200 рублей, а вот такая банка стоит 350. Конечно, это гораздо выгоднее, и вы можете заколеровать ее в любой нужный вам цвет. Поэтому я думаю, что если вы много работаете с декорированием предметов, какие-то основные цвета, белый, например, черный, коричневый, вот которыми вы прям много красите, можно взять вполне вот в таком варианте. Она достаточно укрывистая. Она, конечно, гораздо более текучая, чем художественный акрил, но если вам нужно покрыть краской большую поверхность, я бы советовала все-таки вот такой вариант больших банок, это гораздо экономичнее и выгоднее. Пробовала в свое время краски Бенджамин Мур, расхваленные, многократно разрекламированные на форумах. Читала, что только такой краской стоит покрывать мебель, что она какая-то волшебная, очень прочная, у нее какие-то потрясающие цвета. Палитра у нее действительно очень хороша. Я пробовала вот такие вот два варианта красок. Этой краской красила стены. Когда мы делали ремонт, вот этой краской красила фасады у кухни в Москве. Честно говоря, краска хорошая, но своих денег не стоит. Поэтому если сейчас мне нужно будет что-то перекрашивать мебель, я ее не буду покупать. Сейчас она стоит, конечно, совершенно безумных денег. Она и тогда-то была дорогая, а сейчас совсем дорогая стала. Еще одна краска от Бенджамина Моу. Это краска для пола. Называется Флор и Патио. То есть ей можно покрывать полы и ей можно покрывать патио. Честно говоря, покупала больше из любопытства, потому что у меня была краска от Те Курилы. По-моему, Бета Люкс. Она называется... Я пущу по экрану правильное название. У меня уже нет банки, поэтому не могу правильно сказать. Не помню уже. Краска для пола. На алкидной основе я красила ей пол в комнате сына. Вот мне она очень не понравилась по качеству. Она, во-первых, легко отваливалась. Не слишком хорошая сцепка с поверхностью у нее была. Легко обдиралась. Ну, вот тоже пущу по экрану, как выглядит пол. Сейчас вид очень неприглядный. Ну, и вот купила Бенджамина Мура, чтобы сравнить качество, стойкость. Тем более, что эта краска на водной основе, в отличие от Бета Люкса. Она разводится водой, она почти не пахнет. И я ее заколеровала в такой потрясающий цвет Тиффани. Я красила ей очень много чего, потому что я ей пользуюсь в основном для декоративных целей, именно из-за цвета. Ну, а изначально я ей покрасила табуретку. Знаете, в Икее такие табуретки, по которым можно ходить, там, несколько ступенечек. Вот мне хотелось какую-то краску, на которую можно без проблем ходить ногами, но и при этом она не облезет, не отвалится. Я побоялась, что обычная краска для стен с этим не справится. Честно говоря, не могу сказать, что она супер-пупер стойкая. То есть, все-таки пол – это такая история, которая, наверное, любая краска постепенно стирается, постепенно не выдерживает каких-то жизненных перипетий. Но в целом качество мне очень нравится. И вот что касается каких-то декоративных моментов, вот как раз благодаря цвету. Я очень-очень ее люблю. Я ее перелила в маленькую баночку. Вот здесь видно, какой цвет. Она, конечно, очень красивая. Ну, вот мур, конечно, отличается потрясающей цветовой палитрой. Повторюсь, наверное, еще раз. Так что для пола, наверное, нет смысла ее брать. Она все-таки сейчас очень дорого стала стоить. Ну, а вот просто как по качеству хорошая краска на водной основе. Достаточно стойкая. Она прочнее обычной латексной краски для стен. Но, наверное, все-таки не настолько стойкая, чтобы все-все проблемы с полом выдерживать. Что касается красок со спецэффектами, есть у меня еще вот такая краска. Это тикурела с непроизносимым финским названием. Холуталумали. Это краска для школьных досок. То есть, если вы покроете любую абсолютную поверхность такой краской, на ней можно будет писать мелом. Я ее покупала очень давно. Делала несколько досок. Делала большую доску сыну в комнату, на которую можно было рисовать. Красила ей комод. Очень-очень давно делала эту переделку, поэтому у меня нет, к сожалению, видео, процесса. Но делала кусочки на фасадах комода вот этой краской. Очень интересный эффект. То есть, можно на комоде что-нибудь написать, потом стереть, какие-то пожелания, поздравления. Ну и вообще, для каких-то вот таких интересных эффектов можно ее использовать. Ей можно красить, насколько я знаю, стекло. Знаете, вот ножки бокалов, да, тоже покрывают такой краской. На них что-нибудь потом пишут. Сама не пробовала. Не знаю, насколько она жизнестойка. В общем, если вам нужно абсолютно любую поверхность сделать грифельной, как школьная доска, то очень хороший вариант. Единственный момент, эту краску нужно очень хорошо размешивать перед тем, как вы ее нанесете. Потому что у нее вот эти частицы матовые, которые делают, собственно, поверхность пригодной для того, что на ней писали мелом, они очень тяжелые, они опускаются постепенно вниз. Поэтому, если вы берете эту краску, перед тем, как ей пользоваться, ее нужно прям очень-очень хорошо перемешивать. Я пару раз на этом попалась. Если плохо размешать, то она получается блестящая и уже не дает того эффекта школьной доске, которую вы хотите добиться. И еще покажу вот такую штучку от Бенджамина Мура. Вот эта штука очень интересная. Это глизаль. Если кто-то смотрел Марата Ка, он обожает эту вещь. Глизаль – это добавка в акриловую краску, которая замедляет ее высыхание. То есть вы можете смешать вот эту глизаль с любой краской, например, с коричневой. Взять какой-то предмет, покрашенный белой краской, и покрыть вот этой глизалью с краской смешанной густо-густо ваш предмет. А потом просто тряпочкой протереть, и у вас во всех щелочках, во всех углублениях останется коричневая краска, а с белого она сотрется. То есть глизаль, она с одной стороны замедляет высыхание акриловой краски, с другой стороны делает ее такой более прозрачной. За счет чего можно очень интересные эффекты состаренности делать. Я купила вот такую банку очень давно. У меня она медленно расходуется. Я, опять же, не так часто состариваю поверхности. Но штука очень классная. Честно говоря, аналогов не знаю. Наверное, у Марата Ка есть в магазине, но я к нему в магазин ездила всего один раз. Никогда не покупала ничего из того, что у них там продается. Поэтому не знаю, какие материалы по качеству у него. Но вот не считая Марата Ка, Бенджамин Мур это, по-моему, единственный производитель, у которого эта глизаль продавалась. Ну, поэтому штука такая нечасто используемая, но интересная, полезная для некоторых стилей декорирования. И немножко еще расскажу про обработку древесины. Всяческие морилки, воски, масла. Это уже не совсем, наверное, декорирование. Больше уже в плане каких-то крупных предметов. Но, тем не менее. Морилка на водной основе. Мне очень нравится Либерон. У них потрясающая цветовая палитра. У меня вот ее есть три цвета. Черное дерево, палисандр и вот это старое дерево. Я покупала их в Испании. Наверное, только я способна из-за границы везти морилку для дерева. Очень красивый цвет. Называется Робли Аумадо. То есть копченый ясень. Кажется, так это переводится. Очень красивый зеленовато-серый тон дает. Такой необычный цвет. Больше ни у кого не встречала таких цветов морилок. Вот такое масло. Дани Шойл дает очень красивый, такой шелковистый финиш на древесине. Если красивое какое-то дерево с красивым рисунком, он ее очень здорово подчеркивает и чуть-чуть затемняет. Это штука мужа. Но я тоже думаю, что буду у него таскать. И вот эта вот штука. Я ее тоже недавно показывала. Воротан. Ускоритель состаривания древесины. Что-то вроде морилки, но не морилка. Проявляется от взаимодействия с воздухом. То есть вы покрываете такой темной водичкой древесину и она постепенно сереет. Выглядит как будто долго-долго дерево стояло на солнце, под ветрами, дождями. Мне очень нравится такой состаренный цвет. Вот я когда делала вот этот комплекс комодов, я хотела как раз такого эффекта добиться. Но тогда у меня этой штуки не было. Поэтому я мучилась с красками и морилками. И еще вот такая у меня есть штука. Тоже либерон. Воск для мебели. Покупала на волне интереса к краскам с грифельным эффектом. К меловым краскам. Пересмотрела очень много видео на эту тему. Перечитала много влогов. И американцы обычно, в отличие от нас, покрывают мебель в финале не лаком, а именно воском. Как-то вот у них так, видимо, повелось. Может быть, это связано с особенностями меловых красок. Я пока так и не испробовала меловые краски. Хотя очень хочу. Все никак не соберусь купить. И вот я купила этот воск для мебели либерон. Но, как водится, сначала купила, потом подумала. Потому что на самом деле то, что американцы называют воском для мебели, это, скажем так, состав на основе восков. Но не чистый воск. А у либерона это именно прямо воск чистый. То есть он на краску обычно не ложится. Он должен впитываться в древесину. Его наносят на чистое дерево. Вот у меня темный цвет, называется мореный дуб. Цвет очень красивый. На древесине дает очень красивый эффект. Но пока еще не придумала, куда его использовать. На краску им пользоваться не удалось. Американцы вот темным воском покрывают мебель, потом покрашенную мебель, потом стирают тряпочкой. И вот подобно вылезали, получается эффект, когда темный воск затекает в трещинке, в неровности, в углублении. И получается такой вот состаренный эффект. Ну, когда-нибудь, я думаю, буду делать что-то деревянное, непременно им воспользоваться. Кстати, потрясающе вкусно пахнет. Еще хорошо то, что он совсем не портится и не засыхает. Потому что это воск, ему ничего не делается. Поэтому я надеюсь, что со временем я его использую. И, кстати, вот забыла вам, когда рассказывал про шпатлевки, показать вот эту шпатлевку. Это Тикурила Лакакити. Или Лакакити. Я не знаю, как правильно. Не знаю финского. Это шпатлевка адгезионная на основе растворителей. То есть, если вот такая шпатлевка, она на водной основе и растворяется водой, то вот эта растворяется уайтспиритом. Она хороша тем, что она более прочная. Если вам нужно заделать дырочку или щель в каком-то ответственном месте, и вы боитесь, что обычная шпатлевка со временем оттуда вывалится, то берите вот эту. Я ее покупала для реставрации елочных игрушек, опять же, для подставочных фигур. Есть фигуры гипсовые, есть из пресс-опилок. Поскольку фигуру часто берут в руки, ставят туда-сюда, какие-то движения идут, то я побоялась, что обычная шпатлевка по дереву плохо будет держаться. Тем более, что все эти фигуры у нас очень старенькие. Поэтому я пользуюсь вот такой адгезионной для каких-то ответственных мест, для заделки щелей. Она очень хороша, очень прочно сцепляется, не вываливается. Хотя, конечно, не самый бюджетный вариант. Но штука реально классная. И напоследок еще покажу вам масло. Масло Осмо. Тоже сейчас стало стоить у нас как крыло от Боинга или как чугунный мозг, к сожалению. У меня вот эта комната, стены покрыты как раз маслом Осмо. У нее очень красивая цветовая палитра, очень качественное масло. Мне очень нравится оно для наружных работ. Покрывала им лет 6 или 7 назад спорткомплекс для сына, когда мы его строили. С тех пор ничего не подкрашивала и до сих пор выглядит прилично. В то время как какой-нибудь пенотекс уже сто раз бы облез. Для именно декораторских целей мне нравится то, что у них вот такие есть баночки-пробнички в продаже. Рублей 300 стоит такая баночка. Масло, кстати, очень экономичное. Если вам, например, нужно покрыть садовую мебель, то вот такой баночки вам вполне хватит на весь комплект мебели. Я вот такой баночкой покрывала стол и 4 стула, и у меня еще немножко осталось. Поэтому для каких-то небольших предметов мебели очень советую. Очень красивый дает эффект, такую шелковистую поверхность. У меня она нескольких цветов. Вот это у меня запасная баночка для комнаты в серо-голубом цвете. Есть непрозрачные краски, есть прозрачные покрытия. Меня кто-то спрашивал по поводу прозрачных пропиток, когда нужно, например, выбелить древесину, но чтобы текстура древесины осталась видна. Вот такое масло для этого прекрасно подойдет. Но это, конечно, для крупных предметов. Что-то маленькое, какие-то фонарики, шкатулки, я бы, наверное, не стала им покрывать. Особенность в том, что если вы покрыли что-то этим маслом, то уже никакой лак ни на растворителях, ни на водной основе на него не ляжет. И никакая краска на него не ляжет. То есть после масла уже можно покрывать только маслом либо воском. Что касается лака, конечно, чаще всего я пользуюсь акриловым лаком. Я предпочитаю покупать лак вот в таком исполнении, в больших банках. Мне нравятся вот эти два производителя. Тикурила, Кива и вот сейчас появился Пинотекс. Раньше я тоже пробовала, пользовалась Кивой. В принципе, что тот, что другой, мне одинаково сильно нравится. Хорошие лаки, прозрачные, не желтеют. Вот этот у меня матовый. Это производитель Акзенобель, который делает краску Дьюлокс. Ну и Тикурила. Кива, она вот у меня здесь глянцевая. Бывает матовая, полуматовая и глянцевая. Точно так же Пинотекс бывает матовый, полуматовый и глянцевый. В зависимости от того, какой вам нравится. Самый, наверное, бюджетный вариант лака не на водной основе. Вот такой Цапан лак. Он дает очень высокий глянец. Для потали его очень хорошо использовать, потому что он почти не съедает ее блеск. А у потали любой лак съедает блеск. Ну, я про него подробно рассказывала, опять же, в видео про поталь. Поэтому не буду останавливаться. Минус у него в том, что он очень вонючий. Лучше в помещении вообще не пользоваться. Плюс он вонючий очень долго. То есть вы им покрасили что-то, вернее, покрыли лаком что-то. И у вас этот предмет еще долго будет пахнуть вот этим лаком. Поэтому это, конечно, очень бюджетно. Такая бутылка рублей 100 стоит. Ее хватит очень надолго, но будет готова к запаху. Из крупнокалиберных вариантов лаков покажу еще два. Покупала их для мебели. Вот такой лак Luxem и вот такой Marshall. Они оба для паркета бесцветные, алкидно-уретановые. Оба эти лака на основе растворителей. Плюс их в том, что они дают очень прочную поверхность. Минус в том, что они желтят. То есть даже если написано, что он бесцветный, я выбирала прямо вот, написано, что он бесцветный, что он не желтеет. Но если вы красите мебель в белый цвет, я покупала как раз для мебели, для того, чтобы хорошо защитить поверхность. В итоге перешла все-таки на водные лаки. Потому что любой лак на основе растворителя, вот такой паркетный, он все-таки чуть-чуть, но дает желтизну. То есть если на непокрашенной древесине это будет незаметно, он не поменяет рисунок даже у сосны, потому что сосна очень светленькая, то вот на белом цвете это видно. Они чуть-чуть желтят, поэтому они у меня не очень в ходу сейчас. Если вам нужно что-то покрыть лаком, но нужно, чтобы поверхности не касалась кисть, то вам нужен аэрозольный лак. Я им пользуюсь для, опять же, реставрации елочных игрушек, когда у игрушки осыпается краска, и вам нужно ее закрепить. Вот я ее сбрызгиваю таким лаком. Это сатиновый лак от Rastolium. То есть он такой, он не совсем блестящий и не совсем матовый. Вот как раз для игрушек идеальный вариант. Плюс если что-то вам нужно быстро покрыть лаком, и не хочется возиться с кистью, и не хочется, чтобы были следы от кисти, то аэрозоль вам в помощь. Ну что же, я рассказала вам про все-все-все, что есть у меня в закромах, про все краски, лаки, рассказала мои впечатления. Постаралась максимально подробно показать преимущества, недостатки, особенности всех этих материалов. Если это видео вам понравилось и было для вас полезным, то, как обычно, не забывайте про большие пальчики вверх, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы больше ничего не пропустить. На сегодня все. Всем пока!